Писовая категория, 77 килограмм, финал. Резванов, Резван и Джарвайф. Магомед, посмотрим, кто кого. Товарищи, поддержим пальцем аплодисментами «Таугин битва». Дождались. Имеющие глаза да увидят, имеющие уши да пошевелят, имеющие сломанные уши да поборятся. Происходящее событие комментирует я, Алексей Виляев, и мой коллега на сегодня и иногда по жизни, Магомед Матиев. Коллега тоже. Коллега. Все, кто доходит до коричневого-черного поясов, они доходят туда не совсем здоровыми людьми. И будучи мастерами пробовать свои силы в адалтах, это неизбежно. Да. Ну что же, мы видим зарубу в стойке. Заруба в стойке в центре, на окраине Москвы. Да. Заруба в новостойке. Новостойке Москвы. Очень очевидные такие нырки за ногой, но прихватывают ножку. Резван Резванов. Сейчас оживились, должно быть, поклонники вольной борьбы. Магомед Матеевич, вы как часто практикуете вольную борьбу у себя в тренировочном графике? Ты знаешь, да не часто. Ха-ха-ха. Ну, кстати, тут два часа. Давайте поддержим борцов. Друзья, аплодисменты. Не очень понял, в чем была претензия. Ну, жесткая борьба в стойке, конечно. Такая бескомпромиссная. За первое место, плюс денежный приз. Напомню, что 70 тысяч получает победитель сегодняшнего турнира. 70 тысяч и... И... Проход цена официальная Каппро. А там, соответственно, возможность выиграть и большие деньги. Так сказать, монетизировать свой профессионализм, свои умения в грэплинге. Да. Фронтфедлок. Контроль, да, челюсти. Да, совсем неделикатный контроль. Это точно не дружеский роллинг. Баллов еще нет. Резван работает снизу. Что касаемо стойки, скажу, что мало, но надо то. Я скажу так, надо осваиваться. На час в понедельник? Ты знаешь, вообще планировалось в следующей неделе. Как хорошо, хорошо делают, хорошо проходят. Бабелок нормально замыкает. Чуть не погибли геройские мы с Магомедом Матиевым. Горячая, горячая схвата, обреженая. Финал. Да, у нас баллы готовы. Три минуты, да. Три минуты до конца матча начинаются баллы. В общем, опять же, возвращаясь к разговору по вольной борьбе, я считаю, что надо, конечно, ее изучать. И самое, что важно, интегрировать в жизнь. Чем сейчас занимается, видишь, ты перебиваешь себя. Чем сейчас, например, вы можете это увидеть, например, вот, Джонадан. Я сейчас занялся вот этой вот головоломкой интегрирования вольной борьбы в джиу-джису, причем даже в джи. Мне очень нравится сам процесс. Знаю, сколько интересных штук нахожу, очень интересных пересечений. Да, и даже, знаешь, для себя открыл для себя некий такой раздел вольной борьбе. Вольной борьбе раздела. Ты знаешь, смотришь. Я тебе вот поясню. Я, вот, честно, смотрю хауфгард по Джонаданхеру, и у него очень много завязок с вольной борьбой там. Особенно вот эти бодилоки, переходы с хауфгарда в стойку, когда оппонент начинает вставать, он проходит, все-таки обходить его визер, понял, да, что визер? Да, да. И заходить ему сзади. Да, и что, начинает вставать, вот эти продолжения тейкдаунов, у него захват с визера переход на захват за ногу оппонента. Вот это все, ну, это и есть. Рассеет ли Реслерап и вот эти все истории. Опять же, если вы посмотрите, там тоже схватки Гордона Райна, который, ну, безусловно, сейчас является эталоном грэпплинга. Да, и он тоже, в общем, массово, можно видеть всякие элементы визвольной борьбе. Агрессивная схватка, ну, собственно, как ее подобает финалу. Остается полтора минуты. Дойдут ли до овертайма ребята? Ну, ребята, они хотят заходить. Я так понимаю, что да, никто не хочет отдавать какие-то баллы. Отлично провалил, сейчас за две руки Магомед Жарбаев. Изман, измануло. Остается, есть, да, попытка зайти за спортом. Вот это контрпериемник. Размен, обмен. Да, заправляет тот же. Минута осталась. Оценит ли судья это как трейкдаун? Оценит. Поиги, по-моему, должен оценить. Пока не видим жеста судьи, но два балла появляются в дабло. Да, есть, есть. Ну, неважно. Знаете, мне кажется, неважно упал это, а оказался... 47 секунд до конца поединка. Счет 2-0. Аризуану необходимо либо отыграть эти два балла, либо найти сабмишин. Да, времени все меньше и меньше. Надо рисковать. Встает на ноги. Вряд ли со стойки получится сабмишин. Максимум, можно увидеть два балла. Жесткий контрят со всей попытки. Абсолютно любые. Сваливание, прохода, обхода, выхода за спину. В принципе, сама сфатка была максимально равная. Единственное, когда Аризуан делал небольшую ошибку, решив... Время встречи! Время! Время! Ой-ой-ой. Вот так, друзья. Вот так. Какой-то элемент... Вот так состоялся финал. Поздравляем победителя. 2-0. Джарбаев Магомед становится победителем. Давайте его осыпем аплодисментами. Друзья, это волевая, сложная была победа. Резванов... Резван был близок. Да, так бывает. Так бывает. Итак, ну что ж, Сергей, пожалуйста, пару слов. Когда мы спрашивали экспертов о как бы в преддверии, скажем так, схваток, кто будет являться фаворитом, все единолично... Как это? В единодушно называли Джарбаева, Магомеда, поэтому ничего... Здесь, наверное, какая-то такая интрига, наверное, с точки зрения экспертов не произошла, но надо сказать, все схватки были красочные. То есть здесь как бы наверное меня могут поддержать все, обоим спортсменам огромное уважение. Так как турнир профессиональный, то первое и второе место мы награждаем не только медалями, но и денежными призами. А победитель гран-при автоматически проходит в профессиональную часть наших турниров в САА Pro Cup, где уже встретится со своим следующим соперником, которым он узнает в формате суперсхватки.